Ребята, всем привет! Что я хочу сказать? Сегодня пятница, 24 мая. У меня сегодня супер бешеный день. Был последний звонок у 11-классников. Я на нем была, поплакала. Все, теперь продолжаем наш день. Скоро поеду на ресницы. Пока есть время, я решила поэкспериментировать и сделать новый дизайн чехла. Поэтому взяли чехол прозрачный и клеим сюда вот эти стразы. Два. Будет здесь. Время 2.10. У меня ресницы в 3 часа. А я вообще, короче, не знаю, успею или нет. Я уже смыла глаза, макуяж. Мне кажется, плохая идея была сейчас вот прям перед ресницами начинать украшать чехол. Или прям у тебя есть дикое желание? У меня есть дикое желание. Я еще утром хотела это начать делать. Я еду на ресницы, немного опаздываю. В общем, что я хочу сказать? Я хочу сделать ресницы такие же, как я делаю всегда. Butterfly. Делаем ресницы и быстро едем на ногти. Ногти я не знаю, какие делать. Я хочу сделать однотон, потому что у меня сегодня как бы планы, планы. Сегодня день супер бешеный, поэтому делаем однотон и все, и достаточно. Либо просто нюдик сделаем, либо хочешь сделать чем-нибудь голубенькое с блесточками. Друзья, среди вас есть много людей, кому предстоит сдавать ЕГЭ. Для кого-то это будет уже совсем скоро, а для кого-то чуть позже. При этом русский язык придется сдавать абсолютно всем. Он обязательный. И чем раньше вы начнете готовиться к нему, тем лучше. Ведь русский язык как раз тот предмет, к которому подготовиться на высокий балл вполне реально, что сильно увеличит шанс на поступление вуз мечты. И поможет вам с этим YouTube-канал «Русский язык» с Нелли Лотман. На своем канале Нелли проводит прямые трансляции по темам, нужным для экзамена. Есть разборы тестовых заданий. Нелли поможет как с запоминанием орфографии и пунктуации, так и с написанием сочинения без речевых и грамматических ошибок. Помимо этого есть видео и с просто лайфхаками, и с советами по подготовке. Чтобы готовиться к ЕГЭ по русскому языку, достаточно просто подписаться на канал. С Нелли вы сможете готовиться к экзамену абсолютно бесплатно, в удобном для вас темпе. У Нелли актуальная и незанудная подача материала, что сделает ваш процесс обучения приятным, насколько это возможно. А также у Нелли выходит развлекательный контент в формате шортс. Сама Нелли закончила направление зарубежная филология. Издавала ЕГЭ по русскому языку на 90 плюс баллов трижды. Она уже шестой год в онлайн образовании, а в 2023 году каждый второй ее выпускник сдал ЕГЭ на 80 плюс баллов. Ей точно не страшно доверить свою подготовку. Переходите по ссылочке в описании и подписывайтесь на канал Нелли. Так, ну что, я сделала реснички, опоздала, к Лере на час, чтобы вы понимали. Пока мне делали ресницы, я спала. Это очень хорошо, потому что сегодня я буду гулять до двух ночи. Последний звонок сегодня. Все гуляют даже из моей компании, а я записалась на реснички и ногти. Поэтому меня все ждут, пока я приеду в 10 вечера. Ну, может, пораньше, может, 9 с лишним. Посмотрим. Сейчас время 6. Я опоздала на час. Кстати, да. Сегодня пятница. Пробки по заседа. Доедешь просто вот так вот. Со скоростью улитки, не знаю. В общем, я выбрала вот такие цвета. Я хочу либо что-нибудь нюдовое, либо что-нибудь голубое. Хочу спросить у Леры, как выглядят эти цвета в один слой. Нашла себе One Design. Вот так он выглядит. Я хотела бы что-нибудь тоже голубенькое. Это, скорее всего, гель, типа сразу, не на нюд. Ты хочешь что-то, мои, что ли? Нет, у тебя другие. Я хочу какие-нибудь вот такие. Сделать, короче, либо таким, либо вот таким в один слой. Допустим, вот этим. Эти ногти такие промежуточные. То есть на последний звонок у меня были вот эти ногти. На день рождения у меня будут другие ногти. А это такие экзаменационные, так скажем. Ну, как бы, ЕГЭшные. Потому что, как бы, я ЕГЭ не сдаю, но в это время идет ЕГЭ. Поэтому назовем их так. У меня, кстати, в прошлом году я что-то лето встречала с голубым маникюром, что это лето буду встречать, если сейчас сделаю голубой. Смотри, one question у меня есть. Я не понимаю. Один вопросик у меня есть. Кажется. В общем, если вот эти цвета, я так понимаю, это цвета отражайка, да? Покрытие в один слой. Они будут прям яркими или нет? Это один слой? Да. Серьезно? А серебро есть вот это? Этого нет, нет другого. Какое есть? Короче, я не знаю, что я хочу. Я буду думать, пока мы делаем. Ну, на форму. Чуть-чуть покороче, то же самое. Пол френча? Да. Знаешь, почему... Нет, пол. Знаешь, почему такой ноготь стал? Нет. Это мне шиншиллы в школе погрызлило. Ну, давай, твоя коллекция сделает там, да? Боюсь, что она не справится. Квадрат? Да, да. Давай вот таким покроем на нюх просто и все. Ты прям вообще хочешь домой, да? Я хочу гулять! Мне без разницы. А знаешь, сегодня, когда ко мне опаздывали, я сразу начинаю намного медленнее работать в психах. И уже коррекция не 2 часа, а 3 часа. Ай, давай сделаем вид, чтобы я не опоздала. Нет. Долго думала, что мне в итоге сделать на ногтях. В итоге я придумала, короче, просто на нюх покрыть серебряный светоотражайк. И все, у меня на большую фантазию не хватило. Ну, типа... Топом светоотражающим тогда говори. Да, топом светоотражающим. Короче, это, типа, будет просто один слой сверху. Ну, короче, все по минимуму прям. Потом будет педикюр. Ну, просто нюх, как всегда. Я очень тороплюсь, меня ждут. Мне надо ехать быстрее. Можем не делать педикюр. А что, еще такая погода, я бы еще хотел гульнуть. Давай, Лерд, с нами гулять пойдем. А вот я могу. А вот пойдем. Выпуск на ряду? Да. Я песен много знаю. Выпуск на ряду, красивый платье. У нас колонка есть. Я вообще вашим могу подпеть. А, они такие полупрозрачные будут? Да. Красиво как. А что, я тоже такие хотела, Лера. Все. У тебя тоже такие же. Ну, в следующий раз тогда поменяю. Ксюсе голубые. Замон, я так уж хочу. Посмотри. Вообще замечательно. А что, оно не хочет мое? Ну, потому что ты меня тут мучила. Я? Я ничего не делала. Ты на один будешь слоить? Да. Какие красивые. Он как топ просто, видишь, получалось. Зампуль. Те ногти красивые, Ксюша? Тебе не как? А что там, голова? Голова чужит. Не растрев. Я блухастая. А ну-ка, не ржи. Мы сделали ногти. Теперь будем на педикюр, да, Лера? Ну, мы на Леру сделаем. Она просто сидела. Что, мне так нравится? Я ногу сидела. Ну, ты что, смотри. Опа. Опять на нюд. Я же говорила, что не слезу с нюдом. Тут очень симпатичный нюд. Частички слега отражающие, когда на нюд. А, ну, со вспышкой. Давай посмотрим. Берем телефончик вот так вот делаем. Опа, опа. Опа, светятся. Все круто. Ой, разминка. Давай, Лера, со мной. Давай, Лера, кружи. Вот так вот. Да, да, да. Ой, делаю педикюр. Еду гулять. Я думаю, что сниму для вас продолжение этого ролика уже завтра, потому что сегодня я приеду поздно. Поэтому до завтра я вам все расскажу подробнее, что было сегодня. Прямо в таких подробностях, да. Ну, собственно, до встречи. Hello. Сегодня воскресенье, да, я для вас вчера ничего не сняла. Про свои ногти, про ресницы не рассказала. Сегодня я исправляюсь. Лесницы и ногти у нас были в пятницу. И в пятницу был последний звонок. Поэтому, как бы, у меня был супер бешеный день. Я потом еще пошла гулять. Вернулась я домой в полтретьего. Круто. Классно погуляли. Погода просто супер. Единственное, что, потом начали летать комары-мошки. И кусаться. И, как бы, вот это перед тобой постоянно летает. И ты сидишь. А я еще этого всего боюсь. Я сижу такая, говорю, уберите от меня это. Вот. В итоге мы потом решили поехать ко мне. В общем, были у меня в квартире. Посидели, поболтали, поели, попили сок. И все. И вот в полтретьего я приехала домой. Начнем с ногтей. Я хотела сделать что-нибудь голубенькое. О, кстати, сегодня к образу голубенькое. Прям ничего было бы, да? Прошлое лето я встречалась с голубым мрамором. Мне прямо очень нравилось, как это смотрелось. Но из-за того, что я хотела быстрее пойти гулять, я выбирала все самое простое. В итоге сделала просто ню с блесточками. Ну, на самом деле, на солнышке прям красиво смотрится. Прям переливаются эти блестки. Мне нравятся. Короче, я довольна. Они все-таки остренькие, чесать удобно. Реснички мне тоже нравятся. Прям вообще кайф. Я вчера со стрелочками была вообще. Вот с ресницами даже стрелки легче рисовать, потому что вот эти крайние реснички, они делают направление стрелки. Следующие ресницы и ногти у меня уже будут ближе ко дню рождения. Если кто-то новенький, у меня день рождения 18 июня. Но у меня еще будет фотосессия до дня рождения. Поэтому, как бы, да. Я уже записалась на фотосессию, на ногти, на ресницы. Да, ты говоришь, разумеется, не буду. Я буду на день рождения опять делать нюд. Ну, потому что нюд на день рождения святое дело. И реснички те же самые. Я всегда одни и те же делаю. Сегодня воскресенье. У меня утром было общее совознание. Я чуть не умерла, потому что оно должно было длиться час, а было полтора. Так еще и тема суперсложная. Новый материал, короче, тяжело. Начала убираться в обуви. Поняла, что у меня, как бы, летнего особо ничего нет. Зато у меня дофига кроссовок. И я ношу определенные какие-то там три пары. Все. Нужно покупать новые. Это вообще, что, обязательно. Эти туфли я покупала на день рождения в прошлом году, на 16-летие. И больше их ни разу не надевала. Эти туфли старые, но они мне уже не нравятся. Ну, какие-то такие желтый оттенок странный очень. Далее. Аг, две пары. Мама любит вот эти черные. Вообще, черные, это ее. Мои розовые. Вот. Ну, как бы, теперь у меня нога немного подросла. И, в принципе, мне и те, и те подходят. Так скажем. Вот. Я к этому образу сегодня примирала черный акк с носками длинными. Значит, я решила, что лучше вот так будет. Ну, я, короче, по кроссовкам чисто. Покупала, когда училась в академии. В седьмом классе, по-моему. Ну, короче, они мне уже не очень нравятся. У Аришки день рождения было в апреле. Значит, я в апреле их покупала. Вот. Ну, это новые туфли, вот. Которые купила на последний звонок. Ну, эти такие, более осенние. Мне они уже тоже не нравятся. Короче, нужно все новое покупать. А эти покупала на свой последний звонок из девятого класса. Ну, вот эти нормальные. Эти мне нравятся пока что. Черный акк мне нравится. И все. Ну, и вот эти красивые. У меня, кстати, сегодня план ехать выбирать диван на новую квартиру. Ребят, скоро выйдет такое видео. Ждем. Вот. Нужно выбрать украшение. Хочу надеть вот эти сережечки. А колечко какое выбрать? Хочу вот это надеть. Она тоненькая такая. Ну, и где? Опа. Такая буду. Я хайлайтер не сделала еще. Берем вот эти два, смешиваем вот так вот. И чуть-чуть. Мне, кстати, сегодня укусила Эльвира. Я ее обняла, ей не понравилось. Видимо, она решила, что нужно от меня избавиться и укусила. Вот так вот. Теперь у меня царапина. Йоу. Макияж у меня уже более летний. То есть, нет слоя прям такого огромного косметики. Если хотите обзор на мой макияж, как я крашусь, туториал, так скажем, то ставим лайки. Я сниму. Сейчас проходит розыгрыш в Телеграм-канале. В моем ссылочке будет в описании. Переходите, участвуйте, подписывайтесь. И совсем недавно был розыгрыш во ВКонтакте. Победители уже выбраны, поэтому всех поздравляю, кто выиграл. Подписывайтесь на Телеграм-канал. И на ВК. И на Инстаграм. Скоро приедет бабушка в середине лета, поэтому ждем. Пишем идеи для видео с бабушкой. Может быть, нам что-нибудь приготовить. Пусть меня бабушка научит готовить блины, потому что я и блины – это две несовместимые вещи. Просто я их один раз попыталась приготовить. У меня получилась резиновая желтая штука круглая, которая рвется вот так вот, и она в масле вот так вот трясется. Сказка. Ну, короче, все ясно, да? Бабушка, приезжай, будешь, блин, и меня очень готовить. Ну, ладно, ребята, на этом будем прощаться. Обязательно ставим лайки, подписываемся на канал. Пока-пока!